Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости в студии работает Алина Сазонтова. Основные темы сегодняшнего выпуска. Прокуратура Десногорска подвела итоги прошедшего года. На особом контроле прокуратурой города находится обращение, связанное с нарушением прав межсершеннолетних. Сенатор Сергей Леонов провел прием граждан в Десногорске. Напишите мне письмо на госток, листочки, чистом, подгожданное письмо и с припиской в пост скрипту. Лыжные гонки в районе деревни Генина. В связи с отсутствием долгим снега, два года мы почти снега не видели. Подобные мероприятия и подобное количество снега, конечно, радует. За минувший год прокуратурой города Десногорска было рассмотрено 270 обращений граждан. При этом отмечено значительное снижение числа случаев по ущемлению трудовых прав. Однако зафиксировано больше фактов нарушений в сфере ЖКХ. Относительно 2019 года на 35% увеличилось количество удовлетворенных обращений, в том числе и заполноты сведений, которые граждане предоставляют в своих заявлениях. Об этих и других итогах работы ведомства сообщил помощник прокурора города. На особым контроле прокуратуры и города находятся обращения, связанные с нарушением прав несовершеннолетних. Так, в 2020 году по результатам приема прокурора области в интерес несовершеннолетнего прокуратуры и город Весногорский городской суд было направлено исковое заявление в обеспечение несовершеннолетнего положенным ему жильем. По результатам рассмотрения данного искового заявления исковые требования прокурора удовлетворены, несовершеннолетний поставлен в очередь для обеспечения его жильем. На личном приеме за прошедший год побывало 48 человек, 28 у прокурора города, 20 у его заместителя. Тем не менее, в период действия особого эпидемиологического режима в области основным способом подачи обращений остается традиционная или электронная почта. Также хочу добавить, что прокурором области и его заместителем на регулярной основе проводится прием граждан посредством телевидеоконференции, о чем мы заблаговременно сообщаем через средства массовой информации. Любой желающий может записаться на прием к прокурору области или его заместителю и обратиться с наболевшим для него вопросом. Здание прокуратуры Десногорска находится в 6 микрорайоне напротив местного отдела полиции. 28 января в штабе Десногорского отделения ЛДПР состоялся прием граждан сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым. Не только лоббировать интересы области в Совете Федерации, но и решать проблемы Смолян на местах. Это тоже входит в число задач Сергея Леонова. Прием граждан сенатором проходил при участии Андрея Олейникова, жителя Десногорска и члена партии ЛДПР. Сразу звонок в полицию, а потом идете в участок и пишете заявление. Дебоширил, взламывал дверь, значит прошу принять мед. От забот семейных, жалоб на работу ЖКХ до просьб в материальной помощи. К политику десногорцы идут по самым разным вопросам. Как быть и что делать? Это горожане могли спросить у сенатора и тут же получить ответ. Так поступила, например, Даня Макарова. Даня и Елена Караваева хотят издать поэтический сборник. Конкретного бизнес-плана у них пока нет. Сергей Леонов, будучи сам автором стихов, порекомендовал, как можно приблизиться к этой цели. Помочь, возможно, удастся не только советам. Обычно приходит так. Вот такая книжка, вот расчет, калькуляция, вот столько денег там и так далее. Мы берем типографию, звоним. Вот это вот, это вот. Ну, несколько типографий. Сколько вы сможете делать? Все обратившиеся получили конкретные ответы и советы. А с более сложными обращениями Сергей Леонов продолжит работу отдельно. 23 января стало настоящим праздником для любителей зимних видов спорта. В районе деревни Генина прошли соревнования по лыжным гонкам, которые были организованы спортивным сектором профсоюзного комитета Смоленской АЭС. «Две группы женских, две мужских. До 45, после 45. У мужчин то же самое. Старт раздельный. Через 30 секунд. Дистанция 5 километров женщины, полный круг и два круга мужчины». Мероприятие стало уже вторым крупным лыжным забегом в этом году. Для спортсменов оно было особенно долгожданно. Ведь из-за пандемии тренировочный процесс, да и в целом отдых на природе был ограничен. А иногда в планы вмешивалась и погода. Прошлая зима не отличалась большим количеством снега. Так что нынешние соревнования для многих лыжников стали настоящим событием. «В связи с отсутствием долгим снега, два года мы почти снега не видели, подобные мероприятия и подобное количество снега, конечно, радует. Радует то, что люди в условиях пандемии выходят на природу, двигаются, дышат, общаются». «Большое всем спасибо участникам за то, что пришли к нам, пробежались, получили массу удовольствия, заряд сил, здоровья». Всего в гонках приняли участие более 50 человек. Победители заездов получили грамоты и памятные медали. В завершении выпуска прогноз погоды. 28 января в Десногорске пасмурно ожидается снег. Днем минус два, ночью минус шесть. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова